Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим на тему, которая вводит в заблуждение большое количество мастеров, а именно размеры частиц пигмента. Термин пигмент очень плотно прижился в сфере перманентного макияжа, но на самом деле мастера ошибочно называют краску пигментом. Вот это краска, а пигмент это то сухое вещество, из которого состоит эта краска. Размеры частиц в красках для татуи ПМ варьируются от 140 до 300 нанометров. Сейчас обратите внимание на картинку, которая появилась у нас на экране. Внизу есть линеечка на 200 нанометров, и вы можете по этой линеечке сравнить размеры частиц всех колорантов, которые у нас обозначены на этом рисунке. Самые крупные из этих частиц это диоксид титана и органический желтый. Более мелкие это черный, голубой, зеленый и красный. Обратите внимание, что это не 4, не 5 и не 10 микрон, как говорят некоторые мастера перманентного макияжа. Это большое заблуждение. Все частицы в красках для перманентного макияжа измеряются только в нанометрах. И вообще начнем с того, что слово микрон говорить неправильно. Правильно говорить микрометр. Есть нанометр и микрометр. Про микрометры имеет смысл говорить, когда речь идет об агломератах. Это частицы, плотно удерживаемые между собой. Не бывает одинаковых по своему размеру частиц в одном флаконе. Все частицы из составов цветных красок, кроме черного, собираются на частицы диоксида титана. Это сделано для того, чтобы увеличить оптическую плотность вещества. Другими более простыми словами, для того, чтобы цвет стал ярче. Все частицы связываются между собой электростатическими связями в агрегатах. Это происходит с помощью поверхностно-активных веществ, полиэфирных смол, поликатионов и полианионов. Представьте, вот это диоксид титана. К нему посредством электростатических связей приклеиваются, скажем так, простыми словами, другие частицы. Это получается агрегат. Дальше вот эти все агрегаты соединяются также точно между собой в агломераты. Вот и все. И поэтому все разговоры о крупнодисперсных и мелкодисперсных частицах пигментов уже не актуальны. Чем меньше частицы вещества, тем проще нам закрасить всю площадь, которую мы, собственно, закрашиваем. Потому что сводятся к минимуму пробелы, пигмент укладывается более равномерно. Сейчас я на таком примере классном покажу вам, почему мелкие частицы гораздо круче, чем крупные частицы. Смотрите, мы берем 20 кофейных зерен и высыпаем их на стол. И смотрим площадь, которую они занимают и как будто закрашивают. То есть это частицы пигментов кожи, крупнодисперсные. Сейчас мы все эти частички перемолим в кофемолке и покажем, какую площадь они займут в мелкодисперсном состоянии. Собираем все зерна. Пустая кофемолка. Смотрите, как равномерно закрасилась площадь и без пробелов. Все вышеперечисленное положительно влияет на результат, конечно, при условии, что работа выполнена качественно. Потому что пигмент равномерно заполняет поверхность. Он не выгорает от солнца, от ультрафиолета, потому что он надиоксидит от титана. И хорошо удаляется лазером, потому что частицы мелкие. Лазер разрушает электростатические связи между ними. И потом в действие вступает иммунная система. И вуаля, мы получаем хорошо удаляемый пигмент. Все, это конец.